Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу дать вам еще один очень простой инструмент для работы с инфобизнесом. Дело в том, что мы постоянно делаем снимки экрана для того, чтобы что-то продемонстрировать, то, что происходит у нас на экране. И сейчас я покажу тот инструмент, которым пользуюсь я и его возможности. Он простой, не смейтесь, пожалуйста, те, кто владеет, но я просто вижу регулярно, что в чат пытаются люди сфотографировать экран буквально с телефона, и там эти разводы идут, муар и так далее. Там ничего не видно вместо того, чтобы сделать простейшую вещь. Итак, эта простейшая вещь для того, чтобы сделать снимок экрана называется скриншотер. Ну вот сейчас вы видите вот огромный такой вот значок скриншотер. Видите, он по-русски написано скриншотер. Это приложение простейшее, оно абсолютно безопасное. Это приложение разработала компания Яндекс наша, и Яндекс его предлагает. Сейчас заходим в Яндекс и набираем в Яндексе скриншотер. Скриншотер, вот он вот значок, это скриншотер, сделать скриншот с экрана в один клик. Переходим сюда, скриншотер.рф. Страничка скриншотер.рф выглядит вот так. Скриншотер, сделать скриншот в один клик, клик, скачать бесплатно. Нажимаем на эту кнопочку, скачиваем, там будет стандартная установочная программа. При установке она вам предложит, кроме скриншотера, установить элементы Яндекса. Они будут стоять галочками по умолчанию. Не делайте этого, если вы не хотите устанавливать Яндекс браузер по умолчанию и еще что-то. Элементы Яндекса, которые усиленно предлагает Яндекс. Это его дело. После того, как вы установите скриншотер, посмотрите, что у вас появится. У вас появится на экране ярлык. Вот такой ярлык скриншотер. При нажатии на него открывается программа. Здесь вам потребуется, предлагается общие, вкладка общие, скриншот области экрана, print screen, скриншот активного окна, левый alt с print screen. Клавиша print screen находится в правом верхнем углу, как правило, клавиатуры. Вот, скриншот всего экрана, shift, print screen. Вот, я обычно делаю скриншот области экрана, print screen. Ну да, две кнопки мыши одновременно. Показывать курсор на скриншоте, проигрывать звук, эффект вспышки. Здесь я, честно говоря, ну вот у меня так стоит. Как сохранять? На сервер копирую я ссылку в буфер обмена, либо в буфер обмена без загрузки на сервер. Надо выбрать вот это. Если вы поставите галочку также сохранять скриншот локально, то будет автоматически делаться файл на диске. Я рекомендую этого не делать, чтобы не перегружать память. Формат. Сохранять в формате. Ух ты! Я этого даже не смотрел. В jpeg. В формате png, либо в jpeg. Но у меня стоит по умолчанию png стояло. Давайте поставим jpeg, потому что jpeg это более распространенный. Так, качество jpeg. Сто процентов поставим. Так, дальше рисование. Активация редактора по клавише control. Ух ты! Всегда активировать редактор. Давайте поставим всегда. Я просто давно сюда не заходил. Вот. Так. И видео. Клавиши быстрого видео. Control, shift, print, screen. Запись видео. Две кнопки мыши одновременно. Открывать видео в браузере. Я видеозаписью не пользуюсь. Сохранить. Вот такие установки мы сделали. Ну а сейчас я хочу продемонстрировать, как действует вот скриншотер на практике. Ну, например, я хочу сделать снимок экрана со своего биржевого терминала. Посмотрите, что происходит. Вот сейчас вы видите мой биржевой терминал. Вот. И я хочу сфотографировать вот этот график. Вот этот график. USD.RUB прямо сейчас происходит. Он живой. Вполне себе терминал. Я нажимаю на клавишу print screen. Смотрите, что происходит. Внимательно. Нажимаю. Экран потемнел. И у меня вместо моего, моей мыши появился такой крестик с, вы видите, с фломастером. Фломастер означает, что можно редактировать. Я беру, выделяю область экрана, которую я хочу сделать снимок. С которой я хочу сделать снимок. Вот так. Вот. Я выделяю эту область экрана. Смотрите, бросаю кнопочку. Что появляется? Так как у нас был символ, значок фломастера или карандашика, у нас появляются вот такие значки. Они могут появиться в правом нижнем углу, как правило. Если в правом нижнем углу нет места, то они в левом нижнем могут, там сверху и так далее. Вот такие значки появляются. Что они означают? Здесь есть вертикальные значки и горизонтальные. Давайте последовательно расскажу, что это такое. Вот горизонтальные. Здесь стрелочка, карандашик, квадратик, текст, капелька, палитра и такая стрелочка. Смотрите, что означают эти значки. Ну, во-первых, палитра. Я выбираю цвет, которым я буду рисовать на данном экране. Вот. Дальше текст. Я могу набрать здесь текст. Например, я могу набрать здесь написать текущая цена. Текущая цена. Вот. И где текущая цена? Вот она текущая цена. Сейчас я хочу показать, где у нас текущая цена. Для этого я выделяю текущую цену вот так вот. Например, квадратиком я могу выделить. Я могу не выделять квадратиком. Ну, давайте выделим на всякий случай квадратиком. Вот так. Вот я выделил квадратиком ее. И я могу стрелочкой... Давайте стрелочку сделаем желтой. Делаю стрелочку желтой. И вот этой стрелочкой я могу показать людям, где у нас текущая цена. Вот она текущая цена у нас. Вот. Вот, значит, я показал вам, что такое палитра, что такое стрелочка. Теперь я могу что-то здесь подчеркнуть или показать вот этим значком. Вот, например, вот здесь я могу подчеркнуть что-то. Вот, и что-то здесь вот я, ну, что-то вот здесь вот я неаккуратно сделал, например, да, видите, да? Вот, если я что-то неаккуратно сделал, одно действие я могу отменить, нажав вот на эту клавишу. Последнее действие отменяется. И вот еще одно последнее действие отменяется. Вот, и последняя капелька – это размытие. Если я хочу скрыть какую-то информацию, которую я хочу, не хочу показывать, то я беру, нажимаю сюда и скрываю вот ту информацию, которую я хочу скрыть. Вот, например, вот так. Все, эта информация не видна. Итак, мы пробежались по нижнему меню. Теперь вот это меню. Что означает? Это меню означает, как мы хотим сохранить наш кадр, нашу фотографию. Ну, смотрите, здесь мы можем сохранить на сервер, загрузить на сервер скриншот, скриншот RRF, и там ему будет присвоен какой-то адрес. Обычно я сохраняю в буфер обмена, либо на диск, в зависимости от того, что мне нужно. Если мне нужен данный, данная фотография экрана в виде файла, то я сохраняю ее на диск, он у меня спрашивает, ну, название файла, и согласно установкам, ну, там, где у меня по установкам есть сохранение, там и сохраняет. Если я хочу в буфер обмена, то я, вот это равносильно нажатию клавиши Ctrl-C. Я нажимаю, как правило, в буфер обмена. Вот, и что получается? Получается следующее, что я могу данным снимком поделиться с кем угодно. Например, я могу написать кому-то в почте, например, я могу написать, зайти в свою почту и написать кому-то письмо. И в письме вот так вот, вот, так сказать, как бы написать фото. Ну, и получать, или кому-то, так сказать, я там пошлю. Вот, фото, и, ну, в письме, значит, я приписываю, значит, ниже. Вот здесь, например, да. Вот здесь, смотри. Вот, точно так же я могу это же послать кому-то в, ну, скажем, в WhatsApp. Вот, например, вот сюда. Вот, я могу в WhatsApp послать кому-то вот так вот раз. И в WhatsApp появилась данная фотография. Нажимаю сюда, человек получает данную фотографию. Я не буду ее отсылать. Вот, ну, понятно, что это возможно. Вот такие простейшие вещи, которые можно сделать для того, чтобы сделать снимок экрана и сделать какие-то надписи очень быстро и легко. Данная программа не занимает много времени. На компьютере много памяти не занимает тоже. Ну, она позволяет, ну, очень удобно и быстро все сделать. Но работает именно на компьютере. На телефоне работают другие программы. Об этом буду рассказывать в других видео. Сейчас все. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Юрий. С вами был Дмитрий Юрий.